Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришёл следующий вопрос. Использовать противозачаточные средства браки – грех или нет? Отвечает… Нет, не, друзья. То есть, социальная концепция Русской Православной Церкви. Во-первых, безоговорочно осуждаются любые абортивные средства к контрацепции. Есть относительно снисходительное отношение к барьерным средствам контрацепции, но, определяя таковое отношение к неабортивным средствам, христианским супругам, гласит этот документ, следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза. И намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Видите, здесь акцент стоит на мотивации. Потому что бывают ситуации, когда женщина уже троих родила, а четвёртого может и не родить, ей запрещают врачи, потому что можете погибнуть и вы, и ребёнок. Разные бывают ситуации, и не во всех условиях супруги готовы воздерживаться, жить как брат с сестрой. А если кто-то и пытается, это часто приводит к весьма негативным последствиям. Потому основу социальной концепции смягчают. Сказано, говоря, что вместе с тем супруги несут ответственность перед Богом за полноценное воспитание детей и напоминает священнослужителям, которые несут духовническое служение, на недопустимость принуждения или склонения посомых их воле, вопреки их воле, к отказу от супружеской жизни в браке. И напомнил пастырям о необходимости соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности при осуждении с посомыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни. Поэтому бежать к священнику и спрашивать батюшка, благословите пользоваться, не абортивной контрацепцией или не благословите, по-моему, совсем необязательно, потому что это не находится в нашей компетенции. То есть вы должны сами решать дома с супругом, наедине этот вопрос, исходя из того, что написано в основах социальной концепции по этому вопросу. Очевидно, что решение в этой области супруги должны принимать по обоюдному согласию. Прибегая к свету духовника, но в данном случае сама основа социальной концепции вполне чётко и прямо говорит, что принуждения не может быть никакого. Ну, пожалуй, всё, что можно сказать об этом вопросе в рамках основы социальной концепции русской православной церкви. Решайте дома этот вопрос со своим супругом, безоговорочно не пользуйтесь абортивными средствами, спиралями, таблетками. Большинство противозачаточных таблеток обладает абортивным свойством, и ты совершаешь микроаборт, сама не зная того, проконсультируйтесь с врачом женской консультации, со специалистом, который может порекомендовать те таблетки, которые безоговорочно не абортивны. Хотя я знаю, что многие врачи утверждают, что не абортивных практически нет. Есть такой проблемный вопрос. Да вообще, какая таблетка не будет воздействовать на организм негативно. Поэтому подумайте 10 раз, как вам поступать в этом вопросе. О методах, о средствах, о смыслах, о причинах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok